И один из советов, то есть если, например, на голоде, на сыроедении, если нет сил, чтобы расходиться, то принимаешь холодный душ. Но, естественно, если кто-то не подготовлен, то обязательно контрастный, если кто-то подготовленный, то холодный. Принимаешь холодный душ, и от холодного душа, то есть сигнал идёт в тело, что здесь холодно, нам надо погреться. То есть чем больше вы будете путаться, вас это не спасёт, вы всё равно будете мёрзнуть. Но как только вы сходили в холодный душ, тело даёт сигнал, здесь холодно, всё. И оно начинает изнутри идти разогрев всего. А так как тело — это та же самая, в маленькой миниатюре — это наша планета, мы точно такие же, как наша планета по всем функциям. Просто мне нужно это как-то правильно сказать, пока я не очень готов. И вот я сейчас смотрю, вы же знаете, что я с Урала, с Екатеринбурга. И вот как только переехали, то есть мне климат там совсем не подходил. Всё время холодно, всё время очень мало солнечных дней в году. И, ну, в общем, как-то вот хотелось, где солнышко, где тепло. И когда мы сюда переехали, особенно тот год на Урале, он просто всё лето, жара, 30-30 с лишним градусов, такого вообще никогда не было. И оно прям длинное, то есть нет такого, что раньше было несколько дней в году. Если кто-то жил в Урал, Сибирь, либо какие-то страны, они все прекрасно помнят. То есть, например, здесь я раньше, когда ходила на море, я с собой брала полотенце. Полотенце для чего? Чтобы когда выйти из воды, чтобы вытереться, чтобы не замёрзнуть. То здесь практически одна и та же температура, что на воздухе, что в воде. Вода не охлаждает летом, она вообще как парное молоко. А на Урале, вот я помню, что, например, едешь купаться, и там на улице 30 с лишним градусов, это же жара прям. Но ты приезжаешь на водоём, и ты заходишь потихоньку, привыкаешь к этому холму. А потом, когда там синие губы, там детей вытаскивают из этой воды, и вот ты с синими губами выходишь, и скорее в одеяло. Тебя это солнце даже не спасает, потому что вода не успевала прогреться. То есть такой был климат. То сейчас там абсолютно меняется всё. И в Сочи передвинулась погода, передвинулось лето. С лета уже ближе к осени. То есть осенью сколько мы до декабря спокойно ходили мы на море. Вот прям абсолютно спокойно. То есть до декабря лето было. И это о чём говорит? Это говорит о том, что, опять же, она разогревается там, где было холодно. Но у нас есть как в теле, так и на планете Земля, есть некоторые участки. Если вы посмотрите тепловую карту, ну, например, города Сочи, я недавно смотрела, то есть везде циклоны. А город Сочи вот так вот выделен жёлтеньким. Он как будто там ветра, там дожди, там геленджик, ещё что-то. Вот они прям захвачены циклоном. А Сочи, как правило, всегда выделен, всё время как в ладоши. Ну, и в нашем организме тоже есть такие участки. Мы с вами тоже о них, ребят, поговорим. Короче, я ушла опять не туда, да? Вот. И поэтому вот эти вот коды, как их нейтрализовать, осознаётесь. Но осознаётесь, ребят, очень часто бывает такое, как бы, легко сказать, осознаётесь, а как это сделать? Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Телеграм, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления. Работитесь со знанием и не только. Со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.